Здравствуйте! На телеканале Россия Вести Татарстан. О самых заметных событиях этой субботы расскажут мои коллеги. Я, Лилия Галимова, в этом выпуске. Встречи поколений в Казани начались торжественные чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Ловись браконьер на ловле рыбы и ее продажи. Наша съемочная группа приняла участие в операции «Нерест». Дора мусора и проблем. Зоны отдыха снова завалены отходами. Костры в лесах на всякий пожарный случай запретили. Провожают весну. Студенческий фестиваль «Студвесна» закрылся гала концертом. Ничто не вечно под луной и даже метеорит. Этой ночью ожидаются суперлуния и звезды дождь. Жуткое ЧП произошло сегодня в набережных Челнах. Там двоих детей, упавших в фонтан, ударило током. Один мальчик погиб, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Все произошло на бульваре энтузиастов. В воду попал 9-летний ребенок. Его друг, пытаясь помочь, тоже бросился в фонтан. Там их и ударило током. Из бассейна детей вытащили сотрудники патрульно-постовой службы. Одного мальчика спасти не удалось. Второй сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. У него отек головного мозга. Возбуждено уголовное дело. Я из окна своего дома смотрел. Смотрю, там мальчик идет к самому насосу. И подходит к нему и падает. Я подумал, что он поскользнулся. И там смотрю, которым взрослые люди на него смотрели. Когда он упал, они начали звать милицию. Когда мы подбежали, мы увидели, что возле щитка лежат двое молодых людей полностью в воде. Несмотря на это, мы прыгнули в воду, подбежали к ним. Нас начало бить током. Ну, мандраж по телу пошел. Напарник взял одного, я схватил второго. Уже начали оттаскивать их к борту. Ну, оттащили, двоих вытащили. Начали оказывать им первую дворочебную помощь. Другим темам. Сегодня в театре Камала собрали ветеранов Великой Отечественной войны. В их адрес звучали слова благодарности и за победу, и за сохранение великих традиций, и за связь с поколением. О героях всех времен. Диана Василова. Спасибо! 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 Это встреча двух поколений. Победителей и тех, кому предстоит хранить мир. Героев при входе в театр встречают громогласным спасибо и стараются взять автографы. Взять у нас автографы. Спасибо! Спасибо! В зале те, кто День Победы, приближали как могли. Ветераны и труженики тыла. Вся программа для них и про них. На протяжении концерта на экране истории разведчика Фаридов от Кулина. Он покинул дом еще в 39-м и вернулся лишь в 46-м. Минуло больше 60 лет. Но то, как он ехал к родным, помнят и сейчас. До малейших деталей. Выехали из Ламбатера на вокзал в Россию. Это был ужас. Народу было демилизованных пассажирских вагонов. Пробраться было невозможно. И один из автоматиков начал перед головами стрелять. Мы тогда сели вагон. Каждый зритель, свидетель истории, может рассказать красноречивее любого учебника о событиях тех дней и последних моментах войны. А я как связист тоже уже знал, что там подписывают документ. Это все через командир могли не знать, а мы связисты знали. И, видимо, о немцах все знали. Они в этот день стреляли, как будто последний день они живут. Без остановки. Кончилась эта стрельба. То есть тут были ящики от патронов. Как я сидел на ящике, склонил голову, мгновенно уснул. Еще было темно. И просыпаюсь. Солнце. Из 700 тысяч, что ушли на фронт из республики, не вернулась половина. История того, как воевали татарстанцы, еще не дописана. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. А сегодня на концерте в нее вписана новая страница. Дочери погибшего бойца Александра Макарова вручили удостоверение к медали «За отвагу». Мы высоко ценим то огромное влияние, которое на современную молодежь оказывают наши уважаемые ветераны, живые хранители великих традиций. Дополнительные возможности по укреплению преемственности поколений, патриотическому воспитанию молодежи появились в связи с объявлением года историко-культурного наследия в республике Татарстан. Я уверен, сохранение и приумножение исторических и духовных традиций позволят нам и впредь мирно жить, и поступательно развиваться. Благодаря поддержке президента и правительства России более 15 тысяч ветеранов обеспечено благоустроенным комфортным жильем. Мы продолжим эту программу. В благодарность ветеранам не только поздравительные речи и концертные номера. На празднике молодежь устроила голосование за мир. На каждой ладошке одна фраза. Спасибо за жизнь. Диана Василова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. Этот день победы запомнится еще и новосельем 125 ветеранам. На днях строители сдадут 16 домов, и фронтовикам должны торжественно вручить ключи. Сегодня на совещании в кабинете министров главы муниципалитетов дали задание ускорить работу. А вот строительство социального жилья в 10 районах республики может сократиться. Виноваты в этом руководители, которые не торопятся заключать необходимые документы. Особый вопрос дольщики. Везде выход из положения нашли, дома достраиваются. Но в Нижнекамске есть серьезная проблема. Там многие дольщики по закону таковыми не являются. Деньги отдали, договор застройщикам подписали, а прочитали его невнимательно. И теперь республика им может предложить только один выход – социальную ипотеку. Дом достроит Госжилфонд. Охота на охотников за рыбой. Сегодня ночью наша съемочная группа отправилась в рейд с инспекторами рыбнадзора. В республике проходит операция «Нерест». На браконьеров уже составили сотни протоколов. Несколько нарушителей задержаны. Кто сегодня попал в сети инспекторов, расскажет мой коллега Дмитрий Фтуров. Будем работать с двумя группами. Отработаем вот этот квадрат. Инспекторы рыбоохраны и специалисты государственных заказников Миндельсхоза к каждому рейду готовятся тщательно. Проверяют катера, получают необходимые инструкции. Первый выезд еще до рассвета. Инспектируют заводи и небольшие протоки Волжских заливов. И вот первый ночной улов. Чем здесь занимаетесь? Рыбу ловлю. Здесь главный инспектор, что их в Торстан по охотнику выходит. Давайте к берегу. Добыча небольшая, но браконьер общаться ни с охранниками, ни с нами, похоже, не собирается. Побежал, побежал, стой! Стоять! Браконьеры на самом деле, они люди непредсказуемые. Они могут и ночью, могут и утром, могут и днем. Поэтому мы стараемся круглые сутки отрабатывать. Наша территория, она очень привлекательна для браконьеров, потому что здесь очень много различных заливов, мелководий. Заказник Спаски всегда был местом особого прицела для нарушителей природного спокойствия. Только за минувшие сутки здесь сняты десятки сетей и задержаны несколько браконьеров. И вот, судя по всему, очередная погоня за нарушителями. Как видим, инспекторы настроены решительно. Браконьеры не только местные жители, но и приезжие из соседних регионов. На берегу нередко можно увидеть машины с соответствующими номерами. Эти мирно отдыхающие рыбачат на удочку, но на территории заказника они также нарушают закон. Значит, местное население повешено, что проезд здесь запрещено. Основные все нарушители – это Ульяновская область. Основное количество браконьеров здесь замечают на майские праздники, поэтому инспекторы перешли на усиленный режим работы. Контролировать ситуацию они намерены до конца операции «Нерес», которая завершится в начале июня. Дмитрий Фтуров, Павел Прищепов, Ильдар Софиулин. Вести, Татарстан, Спаский район. Сегодня Всемирный день защиты прав инвалидов. Более двухсот детей с ограниченными возможностями решили провести его весьма необычно. Они сажали деревья на территории объектов универсиады, а помогали им в этом студенты-волонтеры. Кто еще присоединился к посадке, знает Инна Данилова. Предполагалось, что это более опытные студенты будут учить воспитанников школ и интернатов, что делать с саженцами. Но случалось и наоборот. Я еще, честно говоря, ни разу же не сажал. Я думаю, это будет первым опытом. На помощь волонтеру пришел его подшефный Рамиль. Вначале я буду это закапывать, потом его подать, а потом все поливать. Я смотрю, это ты будешь учить, наверное, студентов сажать деревья? Наверное, да. Точнее говоря, это является обмен опытом. Специально для этой акции представители горводделенхоза подготовили 40 саженцев вот таких вот елочек. И совместными усилиями детей-инвалидов и студентов они были посажены. Причем подобные акции проходили по всему городу. Давай, вместе давай. Желающих получить мастер-класс от премьер-министра республики было много. Особо символично, что эта акция проходит не только во Всемирный день защиты прав инвалидов, но и накануне 9 мая, подчеркнул Ильдар Халиков. Спасибо всем, у кого возникла эта замечательная идея, и всех тех, у кого сердце, у кого душа позвала была сегодня на спортивные объекты, для того, чтобы организовать это замечательное дело, посадить деревья на объектах универсиады. Блистать талантами участники акции продолжили и на импровизированной сцене. Инна Данилова, Тимур Гатаулин, Вести, Татарстан. А шашлыков в лесу в майские праздники придется отказаться. За дымком в зеленых насаждениях будут следить сотрудники МЧС и полицейские. Впрочем, и без того нечистые на арку казанцы уже успели наследить в зонах отдыха. После субботника вновь горы мусора. Алина Хусаинова продолжит тему. Пластиковые бутылки, одноразовая посуда и пепелище от костра. Такую картину заставила наша съемочная группа сегодня. Это при том, что на озере Глубоком казанцы совсем недавно провели глобальную чистку. Популярное место отдыха спустя несколько дней снова напоминает свалку. Вот так вот выглядят последствия отдыха казанцев. Оставили за собой мусор, не думая о том, что приедут отдыхать сюда вновь. А эту свалку, видимо, должны убирать за ними другие люди на субботниках. Пейзаж на Глубоком – показатель. Проблема глубже, чем кажется. Удачные выходные, шашлыками и пикник на свежем воздухе остаются не только в памяти отдыхающих. На траве осколки бутылок, окурки и салфетки. Люди сами виноваты в том, что оставляют такое количество за собой отходов. Самим же потом бывает неприятно. На природе очень некомфортно отдыхать в таких условиях. То есть приходится расчищать себе полянку перед этим. Это ужасно. То есть немножко внимания, и все было бы немного по-другому. Это показывает в целом всю нашу безграмотность. Только из-за этого. Сами же мусорим, сами губим природу. Менталитет, что еще могу сказать. Все зависит от нас, от нас. Нет властей, ни от кого, а лично от каждого человека. Выезжать в лес пожарные вообще не советуют. По крайней мере тем, кто собирается на барбекю. В Татарстане действует особый противопожарный режим. Будет проводиться, соответственно, вот эта вот работа в части пресечения, нарушения требований пожарной безопасности, как в лесах, так и в населенных пунктах. Соответственно, будет большое внимание обращено на изготовление, приготовление шашлыков, что является тоже для нас немаловажным фактом. За разжигание костра придется заплатить штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Алина Хусаинова, Илья Шорин, Вести Татарстан. Прощаются до следующей весны студенческий фестиваль. Студ весна закрылся сегодня гала-концертом. На нем побывала и Ксения Жаркова. Ей слово. Эта студенческая весна тесно связана с универсиадой 2013. Можно сказать, это своеобразная подготовка к летним играм. Размах впечатляет. Участие приняли 45 тысяч человек. Три дня студенты покорялись жюри мастерством. Было и хождение по стеклу, и фокусы с огнем, и пантомимы. Вот, например, вот эти костюмы полностью сделаны из обычных капроновых колготок. Жюри было очень удивлено то, что целые коллекции сделаны из таких простых вещей. Удивляли номером. Смотрите на наши головы. Да, то есть мы лысые, мы играли с зэков, и судьи смеялись. У него была вот такая чужая. Особое внимание было приковано к хореографии. Для церемонии открытия и закрытия универсиады 2013 необходимо около пяти тысяч танцоров. И у этих ребят есть шанс попасть в число счастливчиков. Выбрали вузы, причем вузы республиканские и вузы российские, которые будут принимать участие в программе «Welcome to Kazan» в 2013 году. Это в деревне универсиады, в культурном парке. Поэтому тоже это основное главное событие сегодня. И мы им тоже будем вручать соответствующие сертификаты и дипломы, которые подтверждают, что они приедут сюда в 2013 году. А самое главное, что все ребята, которые сюда приедут из других городов, они будут пользоваться статусом волонтера. И для них, я думаю, это тоже некий такой челлендж и такая приятная новость, что они не просто артисты, они еще и волонтеры. Фестиваль проводится в республике 18-й раз. Его победители по традиции получают право защищать честь Татарстана на национальном уровне, на российской студенческой весне, которая пройдет в Челябинске в середине мая. Но у остальных заканчивается веселая жизнь, которая, как известно, длится от сессии до сессии. Скоро у студентов экзамены. Ксения Жаркова, Даркунафин, Вести, Татарстан. Эта ночь – самое время мечтать под луной. Земляне сегодня увидят суперлуния и метеоритный дождь. Луна максимально приблизится к Земле, диск будет буквально ослеплять. А все потому, что это явление совпало с полной фазой полнолуния. И вся эта красота будет сопровождаться еще и метеоритным дождем, которые в большом количестве будут влетать в плотные слои земной атмосферы и сгорать. Не забудьте загадать желание. И последние новости. 9 мая в 11 часов после парада на Красной площади на нашем канале специальный выпуск Вести Татарстана. Не пропустите. Хороших выходных. Берегите себя. Увидимся на канале Россия. Субтитры создавал DimaTorzok